Годами большого террора называют первую половину 20 века. Объявлены были врагами народа и подвергнуты репрессиям по политическим мотивам миллионы человек. Тысячи были расстреляны. Только после решений, принятых на 20-м партсъезде КПСС, началась реабилитация жертв политических репрессий. Мадина Каракетова подробнее. Трагедия первой половины 20 века коснулась судеб миллионов людей. Всем знакомо понятие политические репрессии. Из-за года правления Сталина им подверглись миллионы людей. По словам доктора исторических наук Рустама Бегеолова, после гражданской войны страна встала перед очередной дилеммой в выбором пути политического и экономического развития. Дальнейшее развитие экономических процессов на базе новой экономической политики, оно, конечно, должно было нести за собой и дальнейшую политическую либерализацию, укрепление хоть какого-то минимального политического плюрализма и так далее. Но, к сожалению, этого не произошло. Был взят курс на дальнейшее ужесточение политической системы, на подавление, причем довольно жесткое подавление оппонентов действующей власти, дальше на выявление реальных и потенциальных врагов новой власти, что, в общем-то, совпало во многом с укреплением личной власти Сталина. Пик репрессий против тех, кто не принимал идеологические взгляды советской власти, пришелся на 1937-1938 годы. Врагами народа объявляли политруководители, хозяйственников, политическую и творческую элиту, вычищали ряды Красной Армии. Подозрение в ненадежности пало на 45% армейского руководящего состава. Гонением и притеснением подверглись и семьи репрессированных на них ставилась клеймо сына или дочери врага народа, что предопределяло его дальнейшую судьбу. По мнению Рустама Бегеулова, количество лиц, подвергшихся репрессиям, разнится, и некоторые политики и историки называют порою необоснованное количество, доходящее до нескольких десятков миллионов. Так или иначе, конечно, жертвы политических репрессий в Советском Союзе, особенно в 30-е годы, исчисляются сотнями тысяч человек. По официальным данным, в период пика репрессий, повторяю, в 1937-1938 годах было арестовано около полутора миллионов человек. Причем значительная часть тогда их была приговорена к высшей мере наказания. Массовые аресты, ссылки и расстрелы происходили и до 1937 года. Например, печально известная социально-экономическая программа «Раскулачивание». В нее попали и представители старшего поколения семьи жительницы Черкесской Инны Мостовой. Моя бабушка Евдокия Демченко в полной мере испытала на себе все тяготы раскулачивания, рассказывает Инна Мостовая. У них были свои поля, свои мельницы, свои фермы. Очень богато она прожила. В 15 лет у нее случилась такая история о любви, о которой она мне очень много рассказывала. Она вышла замуж за любимого человека, за Дмитрия Солженицына. Это был родной брат известного писателя Александра Исаевича Солженицына. Но счастливы Солженицыны в браке были совсем недолго, около года. В рамках раскулачивания у них все отобрали и отправили в Сибирь. Бабушка рассказывала, что очень тяжелый путь они прошли, пока туда их довезли. В общем, она начинала рассказывать, всегда очень плакала. По дороге они потеряли родного брата мужа, подростка. Где-то на пересылке просто потерялся в толпе, больше никто этого мальчика никогда не видел. Добрались туда, было на пустое место практически. Было очень голодно, холодно. Бабушка рассказывала, что она сначала потеряла одного ребенка практически сразу после родов. Младенцем умер ребенок. Через некоторое время родился еще один ребенок и тот же умер. Ну, как она рассказывает, дети там практически не выживали. В спецпоселениях люди умирали от лишений болезни и тяжелого труда. Расстреливали по любым пустякам. Положение Евдокии Солженицыной усугубилось еще и побегом мужа из спецпоселения. И еще много лет после этого его разыскивали. И даже бабушку бедную водили на допросы, даже после того, как она была уже замужем за совсем другим человеком. Конечно, на мой взгляд, чудовищное в этой истории то, что тем временем, когда бабушку с семьей ее мужа выслали в Сибирь, одновременно раскулачили ее родителей. И, в принципе, захватили поместье, дом. И это на фоне того, что бабушкины родные братья, три брата, были офицерами, командиры Красной Армии, действующие в то время. И, несмотря на это, вот так поступили с семьей сестры и с их родными родителями. Хотя некоторые историки и считают правильной политику раскулачивания, но, тем не менее, и это явление разбило тысячи судеб и унесло тысячи жизней. Не всем представителям дворянской элиты удалось выжить. Инна Мостовая рассказывает, что после реабилитации ее бабушке пришлось начинать заново жизнь. Много лет она проработала в Черкесске на швейной фабрике и даже была награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В истории отражены жестокие меры раскулачивания и расправы против обычных бедняков, крестьян, которые от голода собирали на полях пшеничные колоски. Их также ссылали и расстреливали. В годы Великой Отечественной войны репрессии продолжились. Сталинский режим депортировал целые народы. Кумыки, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, немцы оказались на грани исчезновения. Всего 52 народа, 14 из которых были депортированы с родных мест полностью, а 48 частично. По данным различных источников, с 1921 по 1953 годы были репрессированы около 5 миллионов человек и расстреляны почти 800 тысяч. Парадоксально то, что Иосиф Сталин позже сам признавал, что несколько тысяч человек были обвинены и расстреляны совершенно незаконно. Но объяснял это формулировкой «лес рубят, щепки летят». 20-й партийский СКПСС стал началом процесса реабилитации жертв политических репрессий. И ужасное клеймо было снято с нескольких тысяч жителей, как находящихся еще в живых и в заключении, так и уже умерших. Наиболее активно процесс реабилитации продолжился после распада Советского Союза уже России. Доктор исторических наук Рустам Бегеулов говорит, что политические репрессии – спутник любой системы, выстроенной на основе авторитарного, тоталитарного режима. Современным обществом, по его мнению, из истории сделаны ряд правильных выводов, извлечены правильные уроки, но есть и то, над чем еще стоит подумать.